Сегодня в музейном комплексе «Северская дом» на необычные гости. Восьмиклассники 16-й школы приглашены на профориентационную экскурсию. Тут хранитель музейных фондов Любовь Худикова познакомила школьников с историей производства труб. Ребят впечатлили музейные экспонаты и то, что их можно было потрогать. Вот этой трубой вы никогда ничего в ней не найдете, она ровная. А если вы проведете ладошкой по внутреннему диаметру вот этой уже сварной трубы, вы увидите шов, она щупает, ощутите его. Я вам предлагаю пройти и потрогать, какие трубы у нас в бешеных и сварной. Видите, погодите. Потрогайте швы. Нет. Ребята с интересом смотрят кадры анимационного ролика о предприятии. На лицах школьников интерес, ведь через год, возможно, кто-то из них придет на завод в качестве практиканта, а позже и работника. После экскурсии в Домни ребята, прослушав инструктаж по технике безопасности, надев каски, отправляются в трубоэлектросварочный цех номер два. Тут их встречают кадры из трудовых будней работников предприятия. Это фотоснимки, сделанные Иваном Захаровым к 50-летию цеха. Интерес ребят становится еще заметнее. Вот две школьницы, Лидия Лазарева и Юля Зорина, рассматривают один из снимков фото-выставки. Девушки вглядываются в лицо рабочего, пытаются оценить тяжесть его труда. Признаются, раньше даже представить не могли, как это работать на заводе. А сегодня, благодаря экскурсии, да еще просмотренным фотоснимкам, понимают, что такое профессия рабочего. Масштабность помещения и выставка. Оригинально очень в цехе, прямо строить фото-выставку. Сразу видно, что мастер работал над этим фотографиями. Но смотря по фотографии, видно, что люди настоящие рабочие, трудятся качественно, хорошо. Хотелось бы с таким же энтузиазмом работать в будущем. А вот Максим Мышинцев всерьез заинтересовался предприятием, как исторической ценностью города. Производством, как и его одноклассники, впечатлен, говорит молодой человек. И главное, теперь есть на чем подумать о выборе дальнейшей профессии. Надо узнать, что находится рядом с тобой. Во-первых, это окружающие миры, надо и знать историю. И этот завод является тоже историей нашего города. Впечатление очень хорошее. Я впервые тут, и мне очень понравилось. Иван Захаров, фотомастер, наблюдая за эмоциями ребят, полученными от его снимков, отмечает, что значит, все получилось. Передать внутреннюю эмоцию человека через фотографию удалось. Хорошая задумка привести ребят прямо, во-первых, к месту работы, показать им процесс непосредственной близости. А то, что удалось совместить с просмотром выставки, это двойная польза, потому что они видят и то, что происходит, и самих рабочих, их эмоции. То, что я пытался вложить, эмоциональное содержание фотографий, они все это совмещаются в процессе. 40 лет на производстве трудится Сергей Завьялов. Последние пять – бригадир стана 168-530. Сюда на экскурсию пришли сегодня школьники, чтобы посмотреть, как из штрипса формируется труба и сваривается током высокой частоты. Сергею Васильевичу, как стажисту предприятия, сегодня можно говорить о важности профессии рабочего. По нашим современным меркам, конечно, престижно. Во-первых, стабильность и уверенность на завтрашний день. Показывать, как производится труба и как она вообще, из чего она получается, конечно, это надо, это надо практиковать. Я вот в свое время не помню, чтобы мы вот так вот пришли в цех, спокойно, с сопровождением, для того, чтобы и рассказали, показали. Этого, конечно, не было. Это довольно-таки хороший плюс для того, чтобы в будущем они оценивали и понимали, что не так просто там прийти в магазин, достать кошелек и купить себе там что-то. А необходимо вот именно заработать и получить. В общем, увиденное твердо укрепило в детском сознании представление о человеке труда и важности профессии рабочего. Наталья Рожкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.